Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте в этом выпуске. Армяне Тигранакерта спустя годы встретились на родине. Азербайджанцы пытаются установить электрические столбы в Арцахе, но армянская сторона не разрешает. Международная конференция по культурному наследию Арцаха состоялась в достопримечательности Западной Армении, долина Ботанса-Герта. Руденко не исключает новой трехсторонней встречи по шиням Путин-Алиев. Во французском городе Мампеле открылся парк имени Армении. Раскопки продолжаются в Харпуте, Западная Армения. Армянская церковь святого Киракоса в Тигранакерте, Западная Армения, была вновь открыта семь лет спустя при участии тигранакертских армян, изгнанных с родины. Некоторые из них, проведшие детство и юность в Тигранакерте, впервые приехали в родной город через 50, а кто-то и через 25 лет. Однако дома, в которых они родились и выросли, стерты с лица земли. Открытие церкви стало радостью и счастьем для собравшихся в одном месте армян. Армяне, собравшиеся в церкви святого Киракоса, облегчили тоску по былым временам. Азербайджанцы не установили электрические столбы в селах Арцаха. Они будут установлены в окрестностях сел. Об этом ларагир.ам сообщил глава общины Андраник Чавушян. «Мы также договорились с ответственными органами, что с учетом конфликта эти столбы должны быть расположены за пределами сел. Наше предложение прошло, они пытались разместить их где-то в селе, но мы отказались», – сказал Чавушян. По его словам, трехстороннее заявление от 9 ноября предусматривает строительство новой дороги, проведение электричества и другие вопросы. «Российские миротворцы говорят, что выполняют свою работу, более того, считают, что мы нарушаем договоренность. Теперь люди видят это и говорят, азербайджанцы строят дорогу. Если наши люди не строят, они должны строить, они работают день и ночь. Почему наши люди не строят? Эта дорога идет в обход нашего села, но это ничего не меняет. Мы и дальше будем здесь жить», – сказал глава общины. Международная конференция по защите культурного наследия Арцаха прошла в Ване, несмотря на попытки Азербайджана свергнуть его. Конференция была организована Зальцбургским университетом. Накануне конференции с 11 по 14 мая в Зальцбурге открылась выставка культуры в конфликте «Армянское культурное наследие Арцаха», в ходе которой была представлена книга «Арцахское духовное и культурное наследие». Книга издана по инициативе Арцахского управления духовного и культурного наследия первопрестольного. Думтрагут сказал, что некоторые из потенциальных участников отказались присутствовать на конференции, потому что заявили, что не хотят вмешиваться в конфликт, хотя им сказали, что проблема носит культурный, а не политический характер. Статья полностью доступна на нашем сайте. Пещера Ташбаш в Западной Армении и рядом с ней, на вершине Батанского ущелья, находится скала Далекий Таш. Известно, что пещера когда-то служила убежищем. Проходы из двух частей пещеры проходят изнутри. Рядом с пещерой находится большая скала, которую в народе называют «летающим камнем». Камень назван так, потому что молодые люди, приходящие сюда, прыгают с одного камня над другой. Пещера смотрит на реку Бото с высоты 350 метров. Дорогие соотечественники, эта достопримечательность нашей родины – Западная Армения. Также может стать одним из мест вашего посещения и удовольствия. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко не исключает возможность новой трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана. Как сообщает Армен Пресс, об этом Руденко сказал в интервью ТАСС. «Мы продолжаем системную работу на всех уровнях для реализации трехсторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. Мы не исключаем возможности личной встречи в случае необходимости». 12 мая в Душамбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ Сергей Лавров обсудил весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией отношений между Баку и Ереваном со своими армянскими и азербайджанскими коллегами, сказал Руденко. Во французском городе Монпелье состоялась торжественная церемония открытия армянского парка. Об этом мы узнали из фейсбук-страницы посольства Армении во Франции. Большой парк, примыкающий к Монпелье, был назван в честь Армении. На открытие парка выступили мэр Микаэл де Лафос и посол Армении во Франции Асмикто Маджан. С речами выступили почетный основатель президента Армянской ассоциации Монпелье, профессор университета Пол Варери Жерар де Даян. Выступления сопровождались культурной программой, в ходе которой прозвучали стихи Егиша Чаренца, песни Шарла Азнавура и ряда других армянских авторов. Завершены раскопки Харбертской крепости и цитадели в районе города Харберт, Западная Армения. В ходе исследований были обнаружены фрагменты глиняной и кухонной посуды, некоторые другие предметы. По проделанной работе подготовлен отчет. Известно, что люди жили в Харберте с урарского периода, начиная с 8 века до нашей эры. Но археологические раскопки показали, что история Харберта восходит к более ранним временам. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok